Сенаторы Совета Федерации посетили очистные сооружения в Каспийске. Их встретил директор объекта. В ходе осмотра он рассказал о специфике сооружений и деятельности организации на сегодняшний день. Также сенаторы посетили дома военнослужащих Каспийской флотилии и Центр народных художественных промыслов. Напомню, цель визита официальной делегации Совета Федерации в Дагестан – изучение на месте основных социально-экономических проблем республики для оказания поддержки, в том числе в рамках постановления Совета Федерации. Продолжить тему Владимир Уразакаев. Эти сооружения ежесуточно принимают более 135 тысяч кубов стоков воды. По словам директора организации, этого объема не хватает и необходимо расширение до 450 тысяч кубов. Такое расширение необходимо с учетом перспективы роста городов Махачкала и Каспийск. Мы все стоки убираем. Мы вчера вечером уже на берегу моря уже говорили об этом. Все стоки, которые будут подведены сюда. Естественно, тут требуется обновление технологий и расширение строительства новых очистных сооружений. Это вопрос Сергей Валимович уже на Совете Федерации поднимал. Соответственно, в рамках контроля своего постановления делегация Совета Федерации приехала и решила воочию убедиться, посмотреть и изнутри понять проблему республики. Эти канализационные очистные сооружения были построены еще в конце 70-х. Они были рассчитаны всего на 300 тысяч человек. Сегодня фактически в Махачкале в Каспийске проживают более 1 миллиона, что превышает указанный показатель в 3,5 раза. Мы, коллеги, с вами вчера видели вот то, что эти трубы, которые выходят в открытое море. И сегодня очень важно понять. Вот, допустим, принимая сейчас, сказал нам директор, что принимает там 102-130 тысяч кубов, да. Все остальное, то, что сверх этого, оно уходит в море неочищенно. Очень важно, конечно, здесь правильно рассчитать. Потому что город развивается, идет массовое строительство. И очень важно понять в проекте, заложить правильные цифры. Далее делегации Совета Федерации осмотрели дома, построенные для военнослужащих Каспийской флотилии. Гостей встретил мэр города Салман Дадаев. Все квартиры оснащены сантехникой и кухонным оборудованием, приборами учета, кондиционерами, датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. Жилые помещения сдаются с отделкой под ключ с мебелью. У нас есть дорожная карта, она была сформирована Сергеем Мельниковым в выступлении Совета Федерации в марте текущего года на 500-м заседании. Дорожная карта связана и с реконструкцией строительства социальных объектов, с реконструкцией строительства объектов очистных сооружений, реконструкцией объектов больниц, объектов здравоохранения, объектов, которые связаны с функционером Каспийской флотилии. Мы были сегодня на объектах Каспийской флотилии. Весь комплекс вопросов делегация Совета Федерации предварительно смотрела. На это мы работу не заканчиваем. После гости направили с Центра народных художественных промыслов. Здесь для них провел экскурсию министр туризма региона. Если вы только столкнетесь с проблемой, что какая-то пробуксовка происходит, сразу говорите, потому что вопрос по брендированию вообще в Совете Федерации на контроле стоит. И вообще мы ждем дагестанские бренды, чтобы они были заявлены на площадке Совета Федерации. И я всегда скажу, что если есть что показывать, а судя по тому, что я увидел, есть что показывать, оно должно находить и своего потребителя. Цель визита сенатора в Советы Федерации – изучение на месте основных социально-экономических проблем республики, чтобы оказать поддержку. Сенаторы также посетили ряд муниципалитетов и туристических объектов. Вадим Розакаев, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров, Юсуп Гази Амаров. Время новостей.